Мы на месте. Мы приветствуем Дмитрия, интересуемся, готов ли он диагностики и чистки, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Хорошо, посмотри визуально, что мешает сканированию. У него как, я не знаю, как это называть, как качели, круглые вниз, закругленные такие, он их перебирает, и они его на одно место возвращают постоянно. Качели. Ногами перебирает, так идет, а они как не кончаются, я не знаю, как это объяснить. Они сверху прямоугольные, внизу закругляются, и он на месте стоит, он идет, но ничего не происходит. Подсвечу эту подключку вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами, и она выходит силами его намерения из биополя Дмитрия. Пошел процесс. Это как белка в колесе, он должен постоянно крутить ее, чтобы двигаться, и он все силы там оставляет. Сейчас узнаем. Вышли качели? Да, вышли. Он остановиться не может, он идет дальше. Хорошо. Отправляйте качели в клетку-тюрьму. Дмитрий, вы можете остановиться. Сейчас открылась у него подключка. Голова, плечи и руки. Скэнер, просканеруй сейчас эту подключку наверху, отключи ее полностью, голова, руки, и что еще было, Вера? Плечи. Плечи, грудь. Голова, плечи, грудь и руки. Подсвечивается эта подключка вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Все это выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Готова, он сейчас на свои руки смотрит, голову трогает. Все нормально? Ноги показывает, там у него еще что-то есть, утяжелители какие-то. Подсвечивает утяжелители силами. Его намерение выходит из биополя. В общем, это подключка, голова, плечи, потом руки и на ногах тоже. Она как комбинзон у него полностью, скафандр в верхней и нижней. Скафандр, хорошо. Итак, что у нас там находится? Качели и скафандр, если в двух словах. Да. Понятно. Ждем, пока это все будет. Вышло, все в клетке. Поехали дальше. Даю команду на счет риска. Рассканирует пространство над головой Дмитрия, под ногами 360 градусов вокруг него. Рассканирует систем тонких тел Дмитрия, находит все. Выстраиваю от этих качелей и от скафандра каналы к ответственным, притягивая всех ответственных в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Ну, к скафандру притянулся гуманоид, качелям притянулся демон, а Дмитрия его как морозит. Он вот этими энергиями скафандра отравлен. Итак, гуманоид демон, еще кто-то есть? Сканирует ВК. Какой демон? 24. Вот так вот. Хорошо. 24 герц. Он рассказывает. Подожди, смотри, кто. У него есть суккуб. Суккуб есть. Еще кто? Я не пойму, в сердечной чакре у него кто-то прячется, как зародыш. Силу моего намерения вытягивает, и сущность сердечной чакры летит в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Это лизард. Он встал сейчас на четыре ноги, и он как хрипит головой, крутит и хрипит, как пугает. Он меня пугает? Он издает звуки какие-то так. Ну, хорошо. Шипит. Очень страшно, лизард. Мы тебя ужасно испугались. Если я сейчас пойму твоё нежелание, твоё нежелание выходить, как игнорирование моих команд, то ты получаешь первое предупреждение, второго не будет. Я тебя скину в галактическое ядро. Все понятно. Там будешь шипеть. Ну, понятно. Хорошо, идем дальше. Итак, демон, суккуб, лизард, гуманоид. Кто еще? Все. Я думаю, больше уже и места не было. Хорошо. Откуда ты гуманоид? Ута. Ута. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Цифра 17 где-то. 17 что? Лет. 17 лет ты находишься в этом биополе. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе с душой? Почему так медленно отвечает? Он показывает. Я не могу понять, что он показывает. Он показывает на этот скафандр. Почему-то эти энергии должны присутствовать в нем. Ответ его и да, и нет. Так, я тебя сейчас не понимаю, гуманоид, о чем идет речь. Вера, поставить монитор или еще раз задать ему вопрос? Отвечай так, чтобы мы тебя понимали. На каком основании ты находишься 17 лет в этом биополе? У них есть договор. У них есть договор. Подожди. У них есть договор с какого-то другого, другой жизни. Да ты что? Да, и там они общались и заключили договор, что в дальнейших цивилизациях они будут пересекаться и делиться технологиями. Ну и как ты с ним поделился технологиями за 17 лет? Или ты использовал его просто 17 лет, воруя его энергией? Он его пробуждал этими энергиями, как он говорит. Ладно, то, что он говорит и то, что есть на самом деле, мы сами узнаем. Скорее всего, из контракта. 17 лет. Очень такой удручающий фактор. Последние 17 лет. Переходим сейчас к реверсу энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Дмитрия спроецировать все энергетические и сферические каналы к гуманоиду, демону, скукубу, лизарду, а также к этим качелям и скафандру. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабарационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Дмитрию. Усилий потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полноту души Дмитрия на настоящий момент. Ну, не знаю, здесь 58 идет цифра. Демон, сколько ты пришел цифр? Он был раз цивилизацией Лемурия, и Дмитрий был архитектором. А где его душа сейчас находится? Там, подожди, и там они с гуманоидной расой договорились об обмене технологий. Таким образом он считает, что был заключен контракт. Они договорились, что из цивилизации в цивилизацию они будут помогать друг другу в технологиях, в создании технологий. Ну, мне кажется, в настоящий момент его чисто использовал. Мой вопрос, где находится 42% его души? В конструкции есть часть. А остальная часть где? У Демона есть контракт. Хорошо, идем к Демону. Итак, Демон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Мой первый вопрос. 13,5 лет присутствует. 13,5 лет. У тебя есть контракт с ним? Да, есть. Как вы заключали этот контракт? Мне очень интересно. И какие его условия? Демон почему-то себя показывает в его теле с плеткой. Этой плеткой он управляет бесами. Значит, он... Демон или Дмитрий? Демон управляет. Из его тела. Из его тела. Потому что Дмитрий жил в эпоху царя Соломона. Когда этот царь копал копии, копии царя Соломона идет слово. Да. Он искал как раз забытые технологии. И у Дмитрия есть все параметры, чтобы найти эти технологии, потому что он был участником их построения. Они зарыты как раз в том месте, где живет Дмитрий. И... Да. Подожди. И вот эти... В общем, демон плеткой, когда делает эти бесы, они копают. Они копают и раскопки делают. И разбрасывают везде, что они копают. Нормально. Нормально. И они его используют, чтобы в какой-то момент, когда это все будет найдено, он должен вспомнить и его привлекут туда. Дальше идет информация, что страна, где он сейчас живет, ведет отвлекающие моменты как раз от того, что происходит на самом деле. Поиск. То есть это не в этой стране находится? Технологии. Не в этой стране находится, где он ищет, да? Это находится в стране, где он живет. А живет он там, где копия царя Соломона. Реверс закончился. Мы устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Дмитрий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Усилий потоки в 50 раз. Забираем из этой конструкции скафандра и качели частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Дмитрия находится мощным потоком, пошло назад. Скажи-ка мне, демон, а какие условия контракта? Почему он за это платит своей душой? Почему он заключил контракт? У него такая жажда найти эти технологии, что он готов жертвовать свою душу? Или как мне это понимать? Или он даже не понимал? Он не понимает этого, он в неведении, его использует пока в неведении, но его тело и его прошлое подходят, и его душа подходят. Теперь еще... Придет момент, когда он это все вспомнит, когда до конца будет найдено все. Хорошо, объясни мне, что имеет за собой вот это слово «магия». Он уверен, что за ним кто-то бегает, делает ему подклады, кидает землю, рисует знаки магические, черной магии. В его доме присутствует какой-то, бегают бесы и так далее. Объясни мне эту ситуацию. Он видит на ментальном плане все это, он чувствует, потому что у него большой опыт жизни в разных цивилизациях, но все это вместе он объясняет только знаниями этой жизни. А знает он лишь то, что знает. Ну, это понятно. Здесь слово идет «кабала». Объясни мне еще такую вещь. Кабала, понятно, кабалу можно тоже по-разному использовать. Меня бы интересовало, конечно, понимал ли Дмитрий, когда он с тобой заключал контракт, вы в этой жизни с ним заключали контракт, или это было еще в прошлых жизнях? Сколько жизней ты с ним? Это кабала, магия кабалы. Да, это он ее делал, или ему кто-то делал эту магию? Как мне понять, на него было нападение или не было нападение магическое? Это нельзя назвать нападением. Сейчас подожди, он показывает. Причем есть определенные структуры, которые ищут таких людей, как он, архитекторов в прошлых цивилизаций и много кого еще. И они подселяют вот таких, как он, демонов. А ты подселен? Да, он подселен. Те, которые будут управлять именно процессом вот этим. На ментальном, он всегда идет слово «ментальный уровень». То есть все, что происходит на физическом и ментальном, оно идет параллельно. И Дмитрий сейчас, он под вот этим воздействием кабалы. Это мне сейчас понятно. Если у тебя это, значит, ты пришел по заданию кого-то, да? В это биополе. 13,5 лет. Хорошо. Значит, ты с ним связан. Быстраивается прямой канал от демона к этой душе. И притягивай всех. Это не душа, это организация. Это и Грегор? Это и Грегор, в котором замерчено много людей, имеющие магические знания. Как мне ответственно притянуть? Мне нужна ответственность за это дело, кто тебя послал. Выстраивай тогда канал от демона к тому, кто послал его, притягивай в клетку тюрьму. И Грегор не произносит слова, их произносят люди. Они стоят в клетке тюрьмы. Но они не могут стоять в клетке тюрьмы. Они где-то за клеткой, потому что здесь их несколько. И они делают общий такой ритуал. И не только ни на одного человека. То есть ни на одного Дмитрия. Здесь выбранные люди, к которым подселяются демоны. Вот эти выбранные люди и стоят в клетке тюрьмы сейчас. Нет, выбранные у нас уже стоят. Выбранные люди, такие, как Дмитрий, стоят. А здесь целые организаторы, они в кругу стоят. И у них человек, наверное, 15, если не больше. Они за клеткой? Да, они за клеткой. Здесь картинка идет. Просто нам кольт нужен. Офицер Кольт, я тебя прошу выйти со мной на связь. На связь. У меня здесь ситуация, в которой пока не могу им не разобраться. У меня здесь магия. Присутствует какой-то эгрегор, темный эгрегор. Какие-то люди, которые делают какие-то ритуалы. У меня находится демон 24-х герцовый, которого послала эта организация. Какая-то темная организация, ищущая людей, которые являются архитекторами. Так мне было сказано демоном. Как мне их притянуть в клетку тюрьмы, и что я могу в этой ситуации сейчас сделать? Никак, это не твоя забота. Ты не можешь бороться с этими структурами. Ты делай свою работу, а мы займемся всем остальным. И расторгай контракт. Хорошо, все понятно. Все сделаю. Благодарю тебя за информацию. Не смею задерживать. Хорошо, Вера, реверс у нас закончился. Да. И еще мне Суккуб не сказал, сколько он находится в этом биополе. Сколько-то. И Лизард, сколько ты присутствуешь в этом биополе. Страшный Лизард, который нас здесь пугал своим шипом. Семь лет. Семь лет. Ну что ж, хорошо. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Вот с Лизарда и начнем. Выходи, Лизард, вытаскивай свое гнездо. Все свои энергии, отключайся полностью, возвращайся назад. Ты знаешь, демон, в отличие от этих людей, которые там произносят слова и копии царя Соломона, а мы с ним лично встречались. Мы являемся носителями его энергии. Показать? Это не обязательно. Хорошо. Лизард вытащил все. Дальше идет Суккуб. Выходи, Суккуб. Снимай все, что ты оставил в его биополе. Что ты оставил в его биополе, скажи мне? Ну, это ошейник, и от него, как маска вверх поднимается, он постоянно потеет от него. Так видят его. Его так видят. Постоянно потеющим. Понятно. Хорошо. Мокрым каким-то, да. И так его воспринимают. От этой маски все это и шло. Ты сам пришел, Суккуб, или тебя привел демон? Или другие подослали? А, он пришел. Понятно. Все снял. Хорошо, демон, твоя очередь. Выходи, снимай все, что осталось в его биополе. На твоей чистоте. Отключайся. Скажи, демон, а эта организация, о которой мы сейчас говорим, она не связана как-то еще с космическими интерферентами? Там ящерами, гуманоидами, драго? Он говорит, что это не его забота. Он выполняет свою часть работы. Другое ему не надо знать. А ты работаешь с ними? С этой группой? Представляя их интересы? Просто 24-х герцовый демон просто так не приходит. Демон, я встречался с очень многими демонами. Повыше ты, тебя в три раза. Он не понимает твой вопрос. Он все снял. Я не понимаю. Почему ты пришел? Ты работаешь с ними? Или они произнесли какое-то заклинание, направив тебя в это биополе? Именно так была магия создана через него. Хорошо. Понятно. Значит, это была их магия. Хорошо. Он все снял, Вера? Да. И у нас гуманоид. Гуманоид, что-нибудь осталось, что я еще не вытащил на твоей чистоте? Посмотри. Да, есть у него в голове как штырь. Скэнер. Вытащи этот штырь сейчас. И все, что с ним связано. Как он выходит, отправляй его в клетку-тюрьму. Готово. Выстраивай прямой канал Дмитрия к этому штырю. И он реверсом выдает все негативное, патогенное, низкое аббрационное, что он от него получил. Пошел поток, мощный поток. Все возвращаем негативное назад. Объясни, как работал этот штырь в его биополе, гуманоид? Этот штырь в голове стоял, где виски, в области виска, от виска к виску. И вибрировал? И вибрировал. Вот так я и почувствовал. Он был на постоянных вибрациях, неприятно. То есть он постоянно чувствовал какое-то воздействие на него, да? Внутреннее. То есть вот этот штырь, он внутри начинал вибрировать, и у него голова абсолютно не работала. Он просто держится за голову, как картинка идет. Да. И внутри у него вот эти вибрации. Все понятно. Эти вибрации оживляли весь скафандр тела. И оттуда шли. То есть энергии, из которых состоит этот скафандр, они начинали вибрировать везде в теле, как, я не скажу, что это боль, это слабость страшная. Ну, когда вибрирует, конечно, не на той чистоте, деструктивные энергии идут, конечно, это будет и слабость, и что угодно. Тем более ты просто так это не выключишь. Реверс закончился? Да. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал, и в порядке реверса Дмитрий забирает. Все чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чисто. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Дмитрий себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем из этих качелей, из скафандра, из штыря, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Дмитрия находится мощным потоком, пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Что возвращается? Что они воровали? Человеческую энергию. То есть они заключили контракт на уровне цивилизации. Именно человеческую энергию цивилизации они воровали. Реверс закончился. Дмитрий, вы в курсе, что у вас два контракта? Один с гуманоидом, один с демоном. Нет, он не знает, как они произошли. Ну, у каждого из них своя версия. Демон рассказал, и гуманоид рассказал, как были заключены контракты. Поэтому мы сейчас подошли к пункту, где мы не продвинемся дальше, если мы не аннулируем эти контракты. Вы готовы по своему собственному желанию отключить эти контракты? Аннулируем? Да, конечно. Хорошо. Я говорю вслух, тонкая копия Дмитрия повторяет за мной. Я. С соглашением, контрактом и договором. Договора выходят активно и подсвечиваются. Два договора вышло. Один цветом такой же, как этот скафандр. Другой демонический. Пусть повторяет за мной. Закон о свободе воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова и есть. Что идет? Ты знаешь, ему идет от контракта с гуманоидом. Возвращается энергия, а этот контракт с демоном, он как запечатан. Почему он запечатан? Что не хватает намерения? Магия наложена. Хорошо. Открываю поток любви отца и сжигаю эту магию. На этом контракте открывается. Да будет так, а так есть. Значит, поток, разжег, символы какие-то, которые закрывали этот контракт, и из него потекла энергия к Дмитрию. Вот так вот, колдуны. Это часть души. Так и есть. Все возвращаем назад. Мощным потоком до 100% все пошло назад. Защиты они ставят. Ну, Кольт найдет их. Готово. Возвращаемся к рассинхронизации. Демон контракт аннулирован. Гуманоид контракт аннулирован. Даю команду на рассинхронизацию Дмитрия с гуманоидом и его скафандром и артефактами, этим штырем, демоном, его качелями, суккубом и лизардом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Демон, ты присутствуешь в квартире, где живет Дмитрий? Конечно, присутствует. У тебя нет там или есть бесы, черт? Он показывает. В любой момент он их вызовет. Может, леткое дело, это они приходят. Целая армия у тебя своя есть. Запугивает всех там. Хорошо. Мы просто сегодня все будем закрывать, все порталы. Там будет запечатывать полностью будем квартиру. Устанавливать такие защиты, от которых ты просто не сможешь подойти. Поэтому я спрашиваю. Скажи-ка, Демон, есть ли лярва в биополе? Лярва есть у него. Где? У него голова и на спину идет. Ты хочешь получить эти лярвы? Хочу. Выходи, собирай, ничего не забывай, возвращайся назад. Готов. Итак, после того, как у нас рассинхронизация закончилась, Вера? Закончилась. Отлично. После того, как я тебя отправлю в квартиру, ты уберешь сначала то, что ты оставил на своей чистоте. После этого я приду, ты мне покажешь все порталы, я их закрою. После этого я могу тебе предложить собрать весь негатив в этой квартире, отдам тебе в дорогу, если тебе интересно. Да, он согласен. Хорошо, тогда я тебе сейчас, мы закончим, и я тебя отпущу в квартиру. Итак, включаем внутренний белый свет Дмитрия этим светом, выдавляйте себя. Все негативная патогена, низкоэбрационная, чужеродная, остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит. Все формируется в шар. Шар готов. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергией сжечь все каналы. Один, два, три. Удар, отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое дроне, улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Чуть громче говори, Вера. Итак, Лизар, ты в квартире не присутствуешь? Нет. Суккуб, ты не присутствуешь в квартире? Нет. Гомоноид, твои платы стоят в квартире? Да, есть. И у демона есть тоже там свое присутствие. Тогда я отпускаю Лизарда и Суккуба. Лизарда, больше не приходи, иначе пожалеешь. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда, и он уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Суккуб, ты тоже больше не приходишь в это биополе. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Суккуба, и он уходит на свою чистоту, закрывая, опечатая, растворяя. открывается прямой канал в квартиру дмитрия 1 2 3 и демон уходит в этот портал закрывая печатаю растворе готова я прошу офицера кольта выйти на связь у меня здесь гуманоид у ты 17 лет сидел в конструкции с конструкцией сейчас я проверю полноту души сканер даме полноту души на настоящий момент 100 процентов отлично мы вернули ему 42 процента души но там еще половина наверняка была в контракте с демоном в общем он стоит здесь подключки в клетке гуманоиды забираем чтоб он не смог возобновить контракт там уничтожить благодарю тебя под подключками и артефактами гуманоида открывается воронка в галактическое ядро и они уходят на переработку вместе с качелями демона закрывая печатаю растворе готова хорошо клетка должна быть у нас пустая да вера поехали дальше переходим на чистоту магическое воздействие для таковой силе было но проявляется но здесь вот этот вышли эти люди картинка опять идет они в кругу стоят сколько их человек вера на человек 15 не могу считать коль сказал сам займется да открывая воронку в галактическое ядро этот фантом уходит на переработку закрывая печатаю растворяя больше ничего по магии нет поехали дальше переходим на чистоту 10 герц пошел подъем готова синхронизируется энергии вибрации гармонизируется распределяется усваивается наилучшим образом 123 хорошо дмитрий мы закончили вашу чистку как вы себя чувствуете сейчас великолепно себя чувствую моя душа на месте мои энергии плавные и гармоничные уверенности сила внутри меня спокойствие вы